Мне было около 30 лет. Мы с мужем ехали к маме на дачу во Владимирскую область. От станции петушки добирались на автобусе. Вдруг я увидела деревенский храм, а на нем надпись «Вера без дел, мертва есть». Она коснулась моего сердца, души. Каждый раз, проезжая мимо этого храма, я глазами искала ее. В то время я не знала, кому принадлежат эти слова, но они стали мне родными и близкими. Иногда эта фраза возникала сама по себе, как мне казалось. В 1990 году первая моя исповедь была у отца Владимира Тимакова. Возникла потребность в правильном понимании православной веры. Меня приняли в воскресную школу при храме преподобных Зосимы и Саватия в Гальяново. Там я и узнала, кому принадлежат эти слова. Апостольские чтения Послание апостола Иакова. Глава 2, стихи с 14 по 26. Давайте послушаем. Кая польза, братья моя, аще веру глаголит, кто имейте. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела. Что пользы? Так и вера. Если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един. Хорошо делаешь. И бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? И исполнилось слово Писания. Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? Подобно Ираа в блуднице, не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем. Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Так и вера без дел мертва есть. Отрывок, который мы только что услышали, содержит в себе одну из фундаментальных истин не только христианского, но и, пожалуй, всякого религиозного учения. Нет никакого смысла в твоей вере, если ты не подтверждаешь ее делами. Вообще, понятие вера очень широкое. В контексте европейской культуры, в том числе и под влиянием греческой философии, под верой мы обыкновенно понимаем признание того, что какой-то предмет или явление существует на самом деле. Хотя сам этот предмет мы никогда и не видели. Так, например, все мы верим в то, что существует такой феномен, как мысль. Верим, что все явления этой жизни связаны, и их можно изучать, систематизировать и описывать. В мире библейских понятий вера – это не столько признание факта существования Бога, с этим никто и не спорил. Вера, в первую очередь, верность Богу, которая выражается в конкретных действиях. Так, например, Авраам доверился Творцу и на склоне лет переселился из города Ур, в котором ему была гарантирована безопасная и комфортная старость, в неизвестную Палестину, в которой долгое время был вынужден жить как пришелец, странник, да еще и бездетный, что причиняло ему массу неудобств. Рааф, блудница, доверилась Богу и совершила поступок, который мог стоить ей жизни. Когда Израиль вторгся в Палестину, она спасла еврейских разведчиков, которых разыскивала стража города Иерихон, за то, что они пришли разузнать его уязвимые для атаки места. За эту веру-верность, которую они подтвердили конкретными делами, Авраам и Рааф, по словам апостола Иакова, стали считаться друзьями Бога. Они рискнули собственной жизнью ради того, кого лично не видели. И напротив, как говорит апостол, бесы прекрасно знают о существовании Творца. Да, они трепещут перед Ним. Но сказать о том, что они верующие, конечно же нельзя. Их вера мертвая, она не подтверждается делами. Потому Господь ждет от каждого из нас конкретных действий, в соответствии с теми заповедями, о которых Он сообщил нам в Своем Евангелии. Мы должны не просто верить в то, что Он есть, но и быть верными Ему. Есть еще одна важная закономерность, когда мы говорим о соотношении веры и дел. Когда мы, допуская мысль о том, что Бог есть, начинаем ради Него жить по Евангелию, наша вера развивается, она растет. Пропорционально нашим усилиям образ Бога все ярче и четче проступает в нашем сердце. В нем поселяется ощущение Его постоянного присутствия в нашей жизни. Так что однажды наступает такой момент, когда речь идет уже не о вере, а о личном знании. Оно подобно тому, как мы знаем других людей. У святых это личное знание достигает наивысшего уровня. Окружающий мир становится для них отражением Бога. В каждом Его проявлении они видят присутствие Творца. К подобным отношениям призваны и мы. Все, что требуется от нас, постараться предпринять конкретные усилия, чтобы хоть как-то подтвердить свою веру делами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok